Девочка-пай 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 Вот такая овощинка, залитая, занесённая нектаром, где готовится мёд. В середину ставим вот эти рамки. Вот такого плана. Все эти будут сделаны, откроены. Сейчас мы ещё в край подберём. Вот видите, вот такого плана я ставил. Всё готово. Вот так вот. Ставьте лайки обязательно, бацаны. Потому что не ради меня. Криша, скажи, ставьте лайки. Вот так вот, ставьте лайки. Будущий пчеловод. Он уже пчеловод. Он уже пчеловод. Выпускай пчёлу с решёток. Так, поехали дальше. Ты снимаешь сейчас, да? Да. А ещё хотел, ребята, сказать. Многие в комментариях пишут. Брехня. Невозможно с 25 семей сделать 110 и откачать мёд. Ребята. Кто не верит, тот не верит. Не надо говорить, что это невозможно. Просто вы в этом не верите. Так и скажите. Я в это не верю, и это будет проще для вас. Ну, не верите, так не верите. Я вам покажу сотенки. Приваз открывал на камеру. Вот такого плана. Начинает печатать. Видно, да? Это всё можно смело отбирать, откачивать. Это семя. Вышла из зимы. Сюда добавлялись рамочки. Забирались. Заверался расплод. В общем, короче, пасеку вы видите. На некоторых стоят тоже магазинчики. И они, кстати, уже тоже с мёдом. Я все секреты открою. Ну, умные люди поймут. А глупым людям объяснять нечего. Потому что они всё равно будут делать, как считают нужно. Я поделюсь с вами тем способом, как я этого достиг. В этом году, в 2018, когда неурожайный вроде бы казался год, условия созданы. Но тут есть некоторые моменты, до которых надо будет внимание. Я обязательно это всё расскажу. Работаем дальше. Позаклеивали, да? Угу. Мишенька, подойди, пожалуйста, буду сейчас выдувать туда. Ну, смотри, как подастраивали. Ну, всё, теперь я выдуваю. Добавил. Мишенька, подогревали. Мишенька, подогревали. Мишка, открывай! Ты снимаешь? Да. Кстати, по ветродую что-то хотел сказать, намного проще, когда выдуванием забираете мед, нет этого возле оси, возле рамок, с повторения пчел, пчела вылетела, залетела вся в 7 минут, все это показывало, да? Вот, поэтому, кто пользуется ветродуйкой, той поймет меня. Единственное, что они обувают разной мощности, вот у 7 дубовик там у них серьезный, как это называется, скажи мне? Мараяма. Мараяма, вот это запомнил название, да? А у меня, допустим, слабенькая, китайская, самая-самая слабая называется, она может кто-то спросит, а где называется ветродуйка? Блин, а! Вот так вот, Интерскол. Кто-то спросит, покупалась когда-то вообще за копейки 400 гривней, это что-то такое она стоила, не дешевле. Здесь у нас 16000 оборотов в минуту написано, да? Мощность 850 Вт, ну, вот и все, что можно о ней сказать. На самом деле, сколько она выдает, ну, резиновый шлан, вот этот, который более-менее практичный, ну, больше в ней ничего такого особенного нету. она работает, как и пылесос, и как и выдуваем, использую ее пока для пчел, ну, я думаю, что лучше купить, наверное, стиля, потому что стиль мощнее, и выдувать будет намного эффективнее. Работаем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я показывал видео, это была семья Нечика, от которой было забрато максимально расхода столько, ну, сколько я не знаю, я никогда в жизни не забирал столько расхода от этих семей, так? И вот семья, которую мы с вами рассмотрели Это были пакеты от Ивана Павро Который мне подарил В которых тоже забирался печатный распут Вот смотрите, отсюда я забрал 3 магазина полных с медом И отсюда я забираю 3 магазина полных с медом Третий мы поставили с ващинкой Вот Ребята, я не ожидал, конечно, такой эффект Но один корпус рута Дает возможность Нормально отбирать мед Да, придется семьи закармливать Но это момент На сегодняшний день Даже цена на мед 28 ривней На сегодняшний момент 2018 год И июль месяц 30 июля А сахар стоит 12 Даже если я закормлю в зиму Этих пчел по 10 литров сиропа сахарного Там внизу же мед есть То это все равно дешевле Лучше 10 килограмм сахара откачать и продать Меда откачать и продать Чем, допустим, оставлять его в зиму На сахаре зимой пчелы все равно лучше Как бы там не было, это уже проверено Все Закарпатья, все Закарпатья Все промышленные пасеки зимуют на сахарном сиропе И вопросов к этому никто не задает вообще Лишь только начинающие Или может быть люди, которые настроены только на меде И все Подсолнечник это пускай будет без разницы Но подсолнечник может сыграть злую шутку Так, работаем дальше Вот так вот, ребята Это был первый корпус Может помните, да, я рамочки переставлял Серединку ставил Вот эти рамочки, которые были не полностью залиты Вот они уже такого плана Тут печатка крайней рамки Пошла печатка Я специально для вас покажу То есть начали печатать Все, такой мы забираем Есть возможность забирать даже мед, ребята, незрелый Для этого нужна специальная комната Называется она, как правильно сказать Термокамера В которой идет плюсовая температура И стоит влагаудалитель Который позволяет из меда, который не созрел Можно сказать, забрать лишнюю влагу И дать ему дозреть уже в обычном условии На промышленных пасеках в основном так многие делают Все удочки, ребята, работаем дальше Нижненько открывай, это вниз Есть